50 новых производителей медицинских масок появились в стране с начала года. Правда, как оказалось, только половина из них имеет официальную лицензию на фармацевтическую деятельность. С чем связан такой бум и почему он опасен, расскажет Эгерин Бабиш. Если в прошлом году в стране было всего лишь шесть зарегистрированных производителей медицинских масок, то в этом их количество увеличилось в восемь раз. Оно и неудивительно. В период пандемии это средство защиты стало неотъемлемой частью жизни. Но, как выяснилось, не у всех изготовителей есть лицензия, регистрационное удостоверение и сертификат соответствия, то есть основной перечень необходимых документов. Однако это не единственная проблема. У некоторых отечественных производителей существует затоваривание складов. То есть они произвели, скажем, по 2-3 миллиона, и у них на складах это хранится. Так как они не могут по такой дешевой цене поставлять, им это невыгодно. Хотелось бы, конечно, чтобы они осуществляли свои продажи на экспорт, но нас сдерживает приказ Министерства здравоохранения, который запрещает экспорт, вывоз СИЗов, в том числе масок, защитных костюмов и перчаток. Себестоимость качественной маски за штуку от 6 до 8 тенге. Однако отечественным производителям невыгодно продавать их по такой цене. Чтобы компании не работали себе в убыток, стоимость качественного медицинского изделия должна превышать 20 тенге. Но сколько бы ни стоили маски, большая часть жителей не считает их ношение чем-то обязательным. Носят, где мало знакомая обстановка, то есть много народов. В основном, где, скажем, в рабочей обстановке обычно не носят. То есть, если приходишь на работу, то там обычно никто не носит уже. Ну, как потеряю, так сразу беру. А как часто меняется? Ну, неделю один раз, может быть, потому что она мне особо не нужна, в принципе. Я последнюю партию, там, патчик 3 или 4 покупал. Поэтому уже месяца 2-3 уже не покупал маски. С начала года спрос на маски постепенно снижается, что приводит к уменьшению производительности. Вот и складывается благоприятный момент для появления на рынке нечистых на руку сбытчиков. Как правило, цена у них дешевле, но качество оставляет желать лучшего. Материал может вызвать аллергию, да и дышать через неё весьма затруднительно. Как бы ни получилось, как в известной пословице, когда скупому пришлось заплатить дважды.